Оттуда сегодня весь день приходит противоречивая информация о судьбе народного мэра Вячеслава Пономарёва. Журналисты его сегодня не видели и появлялись сообщения о том, что он был отстранён от исполнения обязанностей. Одновременный Тартас со ссылкой на неназванного представителя народного ополчения передала, что Пономарёв вообще арестован. Оперативно подтвердить эти данные в правительстве самопровозглашённой Донецкой Республики не смогли, хотя и высказывались предположения, что в условиях военного положения командующий силами самообороны мог принять решение о кадровых перестановках. Наши корреспонденты видели в последний раз Вячеслава Пономарёва накануне в укрытии во время одного из обстрелов Славянска. В пресс-службе ДНР к этой минуте успели опровергнуть информацию об аресте народного мэра, заявив интерфакцию, что он находится на совещании. Впрочем, мать самого Пономарёва незадолго до эфира вечерних новостей рассказала нам, что до сих пор не может связаться с ним, и в последний раз говорила с сыном этим утром, когда он сказал, что едет на работу. Днём отсутствия связи с ним женщине объяснили, что он, мол, чинит свет где-то на окраине. Справедливости ради надо отметить, что мобильная связь в городе уже не первый месяц, если работает, то еле-еле. Интерфак со ссылкой на запись в интернете министра обороны сам провозглашён ДНР Игоря Стрелкова. Передаёт, что Пономарёв смещён с должности, цитата, за ведение деятельности, несовместимой с целями и задачами гражданской администрации. Больше пока сказать не могу, говорится в фейсбуке Стрелкова. Напомню, что ранее уже появлялись сообщения, что Пономарёв не только снят с должности, но и якобы арестован. Однако в пресс-службе ДНР эту информацию опровергали. Мать самого Вячеслава Пономарёва сказала Первому каналу, что с сыном не может связаться с самого утра. А с тех самых пор, как он сказал ей, что едет на работу, мы будем следить за поступающими сообщениями.